Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хочется понять, почему часто в жизни в финансах проигрывается схема то густо, то пусто. Как этот сценарий изменить? Надо, чтобы доход был регулярнее и всегда рост. В чем могут быть причины? Спасибо. Причина здесь в отношении к деньгам. Отношение к деньгам характеризуется через отношение к себе. То есть, если в отношении к себе есть какие-то, скажем так, пробелы, да, вот, то это будет находить свое ображение и, в общем и целом, в деньгах. Вам мой коллега довольно хорошо ситуацию описал в смысле того, что могут быть какие-то ограничивающие факторы. Например, что вы можете щипать в себя недостойный денег. То есть, вот, вы можете думать, что денег вы недостойны. Может быть, страх успеха, если для вас успех – это деньги. Вот. Может быть, и такая. Такой момент может иметь место быть. Тут, конечно, конечно, нужно смотреть, тут, конечно, нужно как-то эту ситуацию исследовать. Вот, потому что вариантов может быть довольно много, я бы сказал. То есть, то есть, вообще разные могут быть варианты. Я бы не взялся прямо сейчас действительно говорить о том, что есть, на самом деле, есть у вас какой-то сценарий. Вот, хотя он, этот сценарий, безусловно, может, может присутствовать, да, то есть, он, безусловно, может иметь место быть. Вот, но все равно нужно понимать, в каком контексте. То есть, часто бывает такая штука, что человек, ну, скажем так, себя просто наказывает. То есть, вот, человек наказывает себя за всем денег, да, например. А если человек, ну, вот, склонен, склонен, допустим, к тому, чтобы себя наказывать, то он, естественно, будет оказываться в такого рода ситуациях. Я думаю, есть достаточно простой способ вам увидеть то, как можно изменить, ну, вот, вашу модель поведения. Но для этого нужно быть, как мне кажется, предельно честным, честной к себе. А чем идет речь? Речь идет о том, в первую очередь, чтобы увидеть некоторые вторичные выгоды, которые вы можете иметь, которые вы можете иметь, вот, такого положения веще. Вы можете сказать, какие тут могут быть выгоды, да, как бы, ну, я от этого страдаю, вот, какая тут может быть выгода. Да, вы правы, и вот, это довольно сложный момент, что вторичный выгод, оно на то и вторичное, что не является первичным и не является осознанным. То есть, вы это делаете для чего-то вторичного. То есть, вы что-то получаете. Это необязательно может быть позитивный фактор, вот, который можно, например, сходу определить, как, ну, как таковой, да? То есть, вот, это может быть и негативный момент. Это может быть негативный момент, но этот негативный момент, он, как бы, все равно, ну, появляется в, вот, в вашей, как бы, реальности. Вот, и этот негативный момент, вероятнее всего, имеет, для вас, какое-то значение, вот. Эм, вы пишете о том, чтобы сделать свой доход регулярно, да, и он всегда рост. Я не думаю, что фиксация на такой цели способна вам дать то, что вы хотите. То есть, я не думаю, что вот, ну, фиксируясь на этом, да, вы, как бы, в итоге, ну, получите то, чего хотите, на мой взгляд. Потому что, видите ли, бывают кризисные ситуации. Ну, вообще, у любой деятельности бывают кризисные ситуации. Это нормально. И в кризисных ситуациях, эм, как бы, эм, мотив... Ну, привычная мотивация, да, привычная мотивация, да, привычная мотивация, да, привычная мотивация. А, она, ну, как бы, проседает. Вот. Понимаете, да? То есть, вот, эм... Ну, чего-то может быть, чего-то может не хотеться, да, человек, и так далее. Если мы говорим о выгоде, опять же, эм, здесь. Если мы говорим о выгоде, конкретно. Вот. Поэтому... А, можно... Вести речь... О том, что, что должна быть... Выгода какая-то еще. Эм, ну, то есть, вот. Какая-то еще должна быть мотивация. И, здесь, на первый план выступает, эээ, конечно, мотивация. Интересная мотивация о собственной значимости. Того, что вы делаете. Ээээ... Смысловая мотивация. И так далее. И вот, мне кажется, что... Эээ... Ваш доход был бы, эээ, более-менее стабильным, да, насколько это возможно. Эээ... С учетом специфики вашей деятельности. С учетом объективных каких-то факторов, на которые... На которые не всегда можно повлиять. Вот. С учетом перспектив, да. С учетом... Вообще потенциала. Самое что-нибудь... Разный вид деятельности предполагает разный доход. Вот. Но... Эээ... Большее количество эээ... Мотиваций... Ээээ... Позволит вам... Удерживать ээээ... Доход... На... Эээ... Более постоянных условий. Вот. При этом, эээ... Вы, вероятно, выйдете за рамки ээээ... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... 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 шире, на ситуацию, на себя, на собственные ресурсы, которые у вас есть, да, вот. Когда человек, когда человек, это очень важный момент, когда человек, вот, снижает уровень в его восприятии до, грубо говоря, минимума, да, или до, ну, какой-то сферы, скажем так. Вот, он всегда упирается в потолок, а у него возникает вот эта вот история, что сложно достаточно выйти за какие-то, там, ну, рамки, вот, где-то риск есть, риска не хочется, где-то сложно, там, тяжело, что-то ещё, вот. Ну, и отношение, конечно, к ошибкам своим тоже здесь играет существенную роль. Если вы, позволяете себе ошибаться, если вы позволяете себе быть идеальным, да, то, вот, если вы позволяете себе быть естественной, если вы позволяете себе, условно ровно говоря, быть с собой, то я бы сказал, что у вас больше шансов получать доход, вот, но часто очень бывает так, что человек ограничивается, ну, одной какими-то сферами, да, нигде себя не реализует, более того, более того, никто не отрицает наличие у людей некоторой, ну, специализации, да, то есть кто-то специализируется на одном, кто-то специализируется на другом, вот, и может показаться, что я призываю как-то, вот, специализацию свою расширять, нет, это лишь возможность, но совсем не директива, если у вас есть специализация, вы знаете, что вам это нравится, вы знаете, что вы этого хотите, вы знаете, что вас это, ну, привлекает, да, и так далее, вот, и вам нравится заниматься тем же, чем вы занимаетесь, но если вы не реализуетесь где-то еще, если вы не реализуетесь чем-то еще, не обязательно в чем-то, связанном с доходом, то это тоже может влиять на ваш доход, потому что вы вкладываете больше, чем нужно в свою деятельность, из-за этого, как бы, происходит перенасыщение вашей энергии, того, что вы делаете, и, соответственно, из-за этого нарушается такой вот, естественный, я бы сказал, ход вещей, поэтому очень важно, очень важно не только скорректировать и уделять внимание, ну, скажем так, рабочие сферы, да, сферы вашей профессиональной, например, деятельности или, ну, или дохода, но еще важнее, еще важнее, на мой взгляд, организовать другие сферы, то есть, ну, сферы связаны с досугом, социальной сферы, гендерной сферы, со всеми вытекающими, так скажем, вот, и так далее, то есть это все нужно посмотреть, проанализировать и так далее. Наконец, бывает, такой момент, что просто, на самом деле, ну, вот, вам не хватает навыков, и в этом смысле, имеет смысл рассмотреть возможность коуча, ну, нанятия коуча или привлечения коуча для того, чтобы вас научили более, ну, более, как так скажем, эффективно, эффективности. А, вероятно, вот, у вас происходит просадка эффективности. К сожалению, это очень распространенное такое явление, вот. А, ничего необычного в нем нет. Абсолютно, абсолютно нормальное явление, когда у человека, ну, просто, вот, не хватает, не хватает немножко эффективности человеку. Вот. В этом смысле, просто нужно посмотреть, где мы проседаем по эффективности. Вот. И, соответственно, это просто подтянуть немножко, немножко подтянуть. Вопрос. Это не так сложно. Что вызывает, то вызывает вопрос. Лично у меня. Да. Вопрос вызывает следующее. Вот, вы пишете. Хочется понять, почему часто в жизни проигрывается схема. Окей. Начинаем разбираться. Как этот сценарий изменить надо, чтобы доход был регулярным, всегда раз, в чем могут быть причины. То есть, понимаете, вы хотите как будто бы максимально абстрактный, максимально обширный ответ. Тогда как эффективнее было бы непосредственно вашу историю изучить, исследовать. Понимаете? То есть, вы по своей проблеме, которая, да, может вас волновать, может вас беспокоить. Это правда. Это правда. Но вы по своей проблеме уже, как будто бы, делаете вот несколько, ну я бы сказал, не в ту сторону движения. Вот. То есть, вы уже здесь распыляетесь. И я уверен, что, я уверен, что ответы вам не понравятся. Вот. Я более чем уверен, что вы не получите ответа на свой вопрос. Что говорить о неэффективности, потому что, вот понимаете, какая есть, ну как бы важная, важный нюанс какой есть. Важный нюанс в том, что получая максимальный охват, да, мы не учитываем наши конкретные нюансы, вот, и из-за этого теряем время на обработку большего количества информации. Возможно, именно в этом заключается непосредственно ваша системная, так скажем, системная ошибка. Вот. Я, конечно, я, конечно, конечно. Конечно, всех деталей, я не знаю, да, может быть, я ошибаюсь, но выглядит это вот таким образом. Так это выглядит, как я, ну, как бы описал. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я надеюсь, что мой ответ был интересен вам. Я, я буду вам очень, эм, эм, ну, благодарен вам. Я надеюсь, что я продолжал обрядную связь. Эм, по моему ответу. Это позволит вам, эм, начать над собой, над собой работу. Позволит вам, эм, лучше, эм, себя понять. Конечно, эм, лучшее, что он может сделать, да, это пойти на психотерапию, да, то есть выбрать себе специалиста и, вот, ну, как бы, начать разбираться в себе. Я не знаю, эм, хотите вы этого или нет, поэтому, эм, тут ещё на ваше усмотрение, но без индивидуальной работы, так сказать, и, без индивидуального взаимодействия, я бы сказал, что, вот, э, шансы на, на прочь про, вы получите какой-то, э, прогрессии, изменений нет шансов. Почему? Потому что, э, без учёта ваших особенностей, вот, э, без учёта того, что является вашей реальностью, кон, ну, кон, кон, конкретно, вот, без учёта всего этого, эм, скорее всего, ничего не изменится. Ну, вот, как-то так. Я же, э, желаю вам удачи, э, всего самого доброго, не затягивайте, если вы реально хотите решить проблему, не затягивайте с обращением. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.